Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба ТНВ в студии Даяна Саитова. И главное событие к этому часу. После массовых жалоб привели проверку. За однокомнатную 4 тысячи. Это слишком много за однокомнатную. Как недоработка управляющих компаний привела к большим счетам за отопление? Что еще выяснила Бугульминская прокуратура? Изучала Филюзаха Медулина. Люди боятся выйти из дома, а скот находят мертвым. Просто они поиграли, они же их не съели. Ну как сказать, не больно же они там загрызли и там давай-давай ее кушать. Почему новоселов Апастовского района не взлюбили в деревне Бурнашево, разбиралась Наталья Мезина. Картины со всей страны и народный фольклор. Как в ассамблее народов Татарстана дали старт году родных языков и народного единства. Увидел Салават Мухаммадулян. 95 лет побед. Сила татарстанского Динамо, я думаю, что в наших традициях. Татарстанская Динамо празднует свой юбилей об их легендарных в прошлом и настоящем. Ромей Шайдолин. В Москве на 88-м году жизни скончался легендарный советский российский актер Василий Лановой. В начале января артист был госпитализирован с коронавирусом, спасти его не смогли. Народный артист СССР более 60 лет проработал в театре имени Вахтангова. В своих киноролях он воплотил образ настоящего русского офицера. Василий Лановой много раз приезжал в Казань с гастролями. На творческие вечера, как специальный гость различных мероприятий. Как в своих интервью признавался Василий Семенович, он всегда любил Казань. Особенно ему нравилось гулять по Кремлю. Василий Лановой был хорошо знаком с Ментимером Шаймиевым. Часто приезжал в республику по его приглашению. Госсоветник Татарстана был гостем на церемонии вручения Василию Лановому звания Героя Труда России. В 2018 году в свой последний визит в Казань Василий Лановой читал стихи на праздничном концерте в честь Дня русского языка. Он мог читать Пушкина наизусть 8 часов. Также встречался с казанцами на творческом вечере. Мы собрали несколько фрагментов из визитов легендарного артиста в Казань. Это те, кто в штыки поднимался как один, Те, кто брал Берлин. Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и твереет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце! Да скроется тьма! Мы дети войны, мы старались, чтобы вот та правда, которая была тогда во время войны, она оказалась здесь. С именем Василия Ланового связан крупный проект аторстанских режиссеров. Он сыграл эпизодическую роль в фильме «Сага о Волжской Булгарии». Этот исторический кинопроект Булата Мансурова по сценарию Гара Арахима. Он сразу так хорошо принял это предложение и сразу сказал, друзья мои, ведь татарский народ это великий, древнейший народ и истории татарского народа очень древние. Я с удовольствием буду играть и показать татарского народа так, как она была раньше. Рустам Мениханов направил телеграмму соболезнования художественному руководителю Государственного академического театра имени Вахтанга Римасу Туменасу. Трудно смириться с уходом личности такого масштаба. Василий Семенович стал олицетворением целой эпохи в истории отечественного театра и кинематографа. Просим передать самые искренние соболезнования татарстанцев и слова сочувствия супруге Василия Семеновича Ирине Петровне Купченко и его сыну Александру. Добрая память об этом уникальном артисте и замечательном человеке остаются в наших сердцах, говорится в телеграмме президента. Выявлены первые нарушители завышенных счетов за тепло. Так, в Бугульме прокуратура обнаружила грубые нарушения в сфере ЖКХ. Из-за ошибки управляющих компаний жители переплатили почти в два раза больше за отопление. Причина. Некоторые бугульминские теплопроводы не были изолированы, из-за чего и шла потеря тепла, а оплачивали ее жители. Но на подорожание повлияло не только это. Вернут ли деньги? Филюза Хамедулина с подробностями. Это Глеба Успенского, 69. Галина Кучукова живет в этом доме больше 35 лет. Такой счет за отопление, говорит, видит впервые. Кварплата за декабрь почти 6000 рублей. Половина за тепло. 3,623. Это за что? За отопление только. За 50 квадратных метров. Такая же ситуация и у ее соседей. 9,800, по-моему. Потом 7,900, по-моему. А было 6,800 до этого обычно. А это первый дом по улице Красноармейская. И здесь жители были в большом недоумении, когда получили счета за декабрь. К за отоплению платюшка у меня пришла 350047 квадратных метров у меня. Конечно, много. Весь декабря. Это, считай, если бы весь месяц был морозный, холодный, то никогда такого не было. Тогда жители крупных городов забили тревогу. Гневные сообщения полились в соцсети. Телефоны управляющих компаний разрывались. Ситуацию мешала прокуратура. Не прошло и недели, как в Бугульме жителям начали рассылать новые квитанции. Уже с перерасчетом. За однокомнатную товарищ писал там 4000. Это слишком много за однокомнатную. За разъяснениями жители обивали пороги управляющих компаний. Здесь нашли объяснение случившемуся. Оказалось, управляющая компания ТАН в квитанции включила плату за отопление нежилых помещений, которые находятся в данных домах. В декабре 2020 года в результате технической ошибки не был учтен объем потребленной тепловой энергии нежилых помещений и был предъявлен жителям. В настоящее время необходимые данные внесены в базу АОТ от Энергосбыт. Жителям предъявлены корректные счета на оплату ЖКО. Прокуратура выявила проблемы и в обслуживании тепловых сетей. В ходе проверки установлено, что теплоцентрали города не соответствуют требованиям и нормам, установленным жилищным законодательством. Так выявлено отсутствие изоляции трубопроводов, в результате чего происходит потеря тепловой энергии при поставке ее в квартире жителей. Иными словами, теплотрассы грели улицы, но должны были платить жители. Также комиссия установила, в некоторых подвалах домов нет теплоизоляции труб и поэтому тепло не доходит до квартир. Я, например, в Махром холость ходила. То есть футболочки легкие не походят, что же прохладно. Прокуратура отправила предписание всем семерым управляющим компаниям города и местному предприятию тепловых сетей с требованием устранить нарушения в течение 30 дней. Филюзаха Медулина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма. 135 жалоб на резкую увеличение счетов оплаты за ЖКХ поступило в госжилы инспекцию за последний месяц. Напомним, 16 января президент Татарстана потребовал тщательно проверить каждый случай и сделать перерасчет, если есть нарушение. Проверки еще не завершены, но по некоторым домам уже есть положительные для жильцов результаты. К примеру, жителям одного из домов на проспекте Победы в Заинске управляющая компания в общей сложности вернула 60 тысяч рублей. Большие суммы за декабрь им начислили из-за того, что не работал термометр на подающем тепло трубопроводе. Нарушения в ходе проверки обнаружили и в Челнах в новостройке на улице Фоменко. Здесь расходы за отопление всего дома поделили только между жителями выкупленных квартир, а это нарушение закона. При этом, как сегодня заявил главный государственный жилищный инспектор, в целом счета за квартиры выросли по объективным причинам. Потребление тепла из-за низких температур увеличилось 18 раз по сравнению с декабрем 2019 года. Суммы в платежках за январь у многих тоже будут выше. Причина – новогодние каникулы, во время которых традиционно увеличивается расход воды и электроэнергии. А в некоторых домах в начислении включат и расходы на вывоз снега. Напоминаем, жалобы на некорректные начисления в платежках можно сообщить по телефону колл-центра Единого расчетного центра. Номер вы видите на экране. Каникулы жителей находятся дома. То есть потребление также растет отдельных услуг. Это холодная вода, горячая вода. Ну и из-за этого растет и объем сточных вод. В жилых помещениях в нашей климатической зоне температура должна быть не ниже 20 градусов. В угловых не ниже 22 градусов. Естественно, если на улице стало холоднее, то должно быть подано большее количество тепла для того, чтобы вот в этих параметрах, не ниже этих параметров, поддерживать температуру внутри живых помещений. В Татарстан сегодня прибыла очередная крупная партия вакцины от коронавируса. 19 300 доз. В листе ожидания сегодня около 14 тысяч человек. В ближайшие дни вакцину «Спутник Ви» привезут в поликлинике. Прививать ей начнут в понедельник. Следующая партия ожидается через неделю, сообщает Минздрав Республики. Что касается ситуации с коронавирусом, в целом в Татарстане она стабильна и находится под контролем, сообщил заместитель министра здравоохранения. В некоторых госпиталях освобождаются коечные места. Помещение перепрофилирует на оказание плановой медпомощи. Продолжаются проверки Роспотребнадзора. Нарушение антиковидных мер выявили в 12 магазинах, 6 частных медицинских центрах и 4 кафе. Штрафы выписывают и тем, кто прилетел в Татарстан из-за рубежа, но не предоставил на портал госуслуг результат теста на ковид. Напомним, сделать это нужно в течение трех дней после прилета. Таких нарушителей около 2000 человек. В Татарстане за сутки подтвердили 4 случая смерти от коронавируса. Все женщины 57, 62, 70 лет и 81 года. Таким образом, по данным штаба, в республике от ковид скончались 260 татарстанцев. В республике за минувшие сутки зафиксировано 85 новых случаев ковид. 32 человека госпитализированы, сообщает республиканский штаб. В России за сутки зафиксировано 19238 новых заболевших. Сегодня МВД республики предупредило татарстанцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В социальных сетях, интернете и СМИ распространяются призывы к участию в несогласованных мероприятиях 31 января, говорится в сообщении МВД. В министерстве призывают граждан не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, не подаваться на провокации, а также соблюдать законные требования полиции. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия со стороны их участников, будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законам ответственности. Обгладали все косточки. В деревне Бурнашево, Апастовского района, жители потеряли покой. Одни находят мертвыми баранов, другие – куры гусей. В потерях скота население обвиняет двух собак хаски и их хозяева – многодетная семья Касимовых, которая переехала в деревню 6 лет назад. Пострадавшие, не выдержав зверинной агрессии, обратились в прокуратуру. В собачьем фарсе Апастовского района разбиралась Наталья Мезина. Две собаки, породы хаски и все, вот такие дохлые курицы по всей. Место происшествия Искандер Мингазов называет полем Куликовской битвы. Перья, кровь и тушки 28 мертвых куриц и одного петуха. Такую картину в своем дворе обнаружил хозяин дома. По его словам, зверство учинили соседские собаки. В другой стороне деревни даже слышно, как они вуют ночами. Мне даже страшно иногда становится. И они все по улице ходят, сами себе пищу добывают. У кого куры, у кого утки, у кого гуси, у кого овцы. Даже они дошли до соседней деревни. Этот случай не первый в деревне Бурнашево. Жалобы поступали и от жителей соседних поселений. Так, полгода назад у Гульзии Валиевой эти же собаки напали на баранов. Из шести живыми в своем сарае она обнаружила только двоих. Судра мы вышли, чтобы покормить своих овец. Ну, обнаружили, что с четырех уже убили. А собака рядом стоит. Оказалось, что собака это нашего отношения на Касимова Искандера. Я возмещу ущерб в полном объеме и подпись его. Тогда хозяин собак Искандер Касимов обязался Гульзии Валиевой выплатить 20 тысяч рублей за причиненный ущерб. Даже расписку написал. Однако деньги пострадавшая не получила до сих пор. Новых барашков жительница купила за свой счет. Эти теперь новые овцы, двое наши, которые в живых остались, были ранены. Мы их излечили. Четыре купленные за наши деньги из соседней деревни. Нарушителями деревенского покоя стали вот эти двухлетние хаски. Их хозяева – многодетная семья Касимовых. Переехали в Бурнашево в 2014-м из Казани. Ирина и Искандер – бывшие профессиональные спортсмены. Решили воплотить давнюю мечту и создать ферму. За шесть лет Касимовы наладили собственное производство молока. Новоселы уверены – собаки в этой ситуации только пешка. Все дело в соседе Менгазове, у которых, по словам Касимовых, личная неприязнь к ним. У них характер заложен, они любители играть. Да. То есть это они поиграли? Да, просто они поиграли. Они же их не съели. Ну, как сказать, не больно? Не больно же они там загрызли и там давай-давай ее кушать. Они мертвые сейчас выезжают, мы заходили посмотреть. Они все просто передушили. Да, просто передушили. Им у них просто спортивный интерес. Здесь они у нас спят. Единственное, выпускаем собак, но только сюда, во двор, когда мы тоже находимся во дворе, чтобы они немножко побегали. По словам Касимовых, за своими собаками они следят хорошо. Без присмотра на улицу не выпускают, а прививки делают регулярно. Собаки прививаются ежегодно. У нас есть паспорт на каждую собаку. Именно здесь сейчас находятся две собаки-хаски. Уже три дня они остаются в сарае Искандеры Менгазова и питаются теми курицами, которые поймали себе сами. На неоднократные жалобы жителей отреагировал исполком. Дело взяли на контроль. Неоднократные хозяины собак предупреждались. В этом случае материалы предоставлены административной комиссией. Но к мирному соглашению дело пока не идет. Искандер Менгазов уже вызвал участкового. Дело направили в прокуратуру района. Здесь и предстоит выяснить, на чьей стороне правда. Для принятия решения направили ОМВД России по Пасовскому району, а также в административную комиссию района для принятия решения. Прокуратура взяла данные обращения на особый контроль. Если дело дойдет до суда, тогда владельцам собак придется возместить материальный ущерб. Пока же единственный возможный штраф 300 рублей за выгул собак без намордника. Наталья Мезина, Вадим Иларионов, ТНВ, Апасовский район. Кому принадлежит рынок страхования в Татарстане и почему поредел круг национальных страховых компаний, читайте в интернет-газете «Реальное время». 95 лет побед. Спортивное общество «Динамо» республики сегодня празднует юбилей. Оно возникло в ТАССР как часть всесоюзного физкультурного движения. Прошло время, и наша «Динамо» стала лучшим в стране. В волейболе, хоккее на траве, фехтовании, лыжах и не только. Лидерство татарстанские «Динамо» в цене не хотят уступать никому. Как они и сами говорят, будут держать темп, как сама республика. О великом прошлом и славном будущем Рами Шайтолин. «Динамо» – «Акбарс». Победный бросок. Трибуны ликуют. Такими моментами «сини-белые» радуют республику постоянно. В волейболе, хоккее на траве и с мячом «Динамовцам» почти нет равных в стране. Последняя победа принесла шестой кубок России команде волейболисток. К тому времени уже победителем Лиги чемпионов и чемпионата мира среди клубов. «Игра была непростая, но, конечно, радости намного больше». А это 18-е золото «Динамовцев» – хоккеистов на траве в российском чемпионате. И после фантастической победы не менее высокий прием у президента в Кремле. «Искренне рад поздравить всех нас с блестящей и заслуженной победой на чемпионате России по хоккею на траве». Победы каждый год, а то и дважды. За долгую историю «Динамовцев» это стало настоящим кредо команды почти с вековой историей. Корнями она уходит в начало прошлого века. 29 января 1926 года в областной комсомол пришел документ. Уважаемые товарищи, настоящим доводим до вашего сведения, что нами организовано и приступило к работе пролетарское спортивное общество «Динамо». С этого началась великая история общества. Почти целый век побед всероссийских и мировых – это кадры Олимпиады в Пекине. Гульнара Галкина-Самитова становится самой быстрой и легкоатлеткой планеты. Потом скажет – все началось в Татарстане. Сила татарстанского «Динамо» я думаю, что в наших традициях. Меня верят как тренера, я их должен оправдать. Легендарный «Динамовец» Николай Толстых уверен – сила татарстанского «Динамо» в высоком уровне организации. Ее отличали большая и серьезная организация, части реализации уставных целей, задачи общества, развития физической культуры, спорта не только среди сотрудников правоохранительных органов, но и другие задачи, достаточно серьезные и важные, которые реализовываются в интересах государства. Председатель татарстанского «Динамо» Асгат Сафаров считает – успехи команд в их спортсменах всегда готовых к новым победам. Сегодня имею возможность поблагодарить Рустану Галевичу. Все эти годы и поддержка игровых наших команд «Динамовец», поддержка создания условий для эффективной подготовки к победам наших спортсменов. Без пяти век они по-прежнему полны энергии и в планах только победы и кубки. Желаю спортсменам, коллективам, всем тем людям, которые имеют отношение к «Динамо» здоровья вам, здоровья вам, еще раз вам здоровья. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Животноводы хозяйства имени Вахитова Кокмарского района впервые в истории кооператива надоили 100 тонн молока в сутки. С этим достижением их поздравил президент Рустам Миниханов. Это заслуживающее уважение результат слаженной, целеустремленной и профессиональной работы всего коллектива при поддержке руководства района. Спасибо вам за плодотворный труд и высокие достижения, особенно в нынешних непростых условиях, говорится в телеграмме направленной главе Кокмарского района Сергею Дмитриеву. Роботы придут в каждое село республики. В некоторых районах они уже в штате, а где-то только перенимают передовой опыт. Сегодня инновационное развитие промышленности Татарстана обсудили в «Богатых собах». Здесь проходит первый чемпионат Ассоциации инновационных регионов России по стандартам WorldSkills. Это Сабинский аграрный колледж. Тут лучшими становятся во всем. Если в этом зале физкульт-минутка, то в соседнем вовсю идет работа. Десять участников из Москвы, Ульяновской и Татарстана в эти дни стали соперниками в компетенции промышленная робототехника. Сегодня в центре внимания вопросы внедрения инноваций в промышленность. Если мы хотим в будущем быть просветающим таким же регионом, республика Татарстан должна уделять этому огромное внимание. Один из примеров – Сабинский район. Здесь 17 крупных сельхозформирований, 157 фермеров и семейных хозяйств. В штате есть даже робот. Мы уже сегодня без роботов не можем доить. И у нас сегодня работники есть операторы роботов. Это еще не во всех районах. Такая должность есть. Должность есть не во всех районах, а вот возможность у всех. И такую инновационную промышленность готовы поддержать федеральными грантами и субсидиями. И если раньше их могли получить только юрлица, сейчас такую возможность предоставляют и жителям. Победители в этом вопросе, которые получили меры поддержки федерального центра, возьмут трех миллионов рублей, так называемые стартапы, на реализацию этих своих разработок. Эксперты сходятся в одном – роботы в промышленности уже настоящие. Они есть и их нужно продолжать внедрять. А это задачи квалифицированных кадров. Их нужно воспитывать и давать возможности, как, к примеру, в Сабинском районе. Лея Хайрудинова, Раиля Галявина, Изад Шарафиев, ТНВ, Сабинский район. Славянские танцы, марийские барабаны и татарские песни. Большим концертом сегодня дали старт празднованию Года родных языков и народного единства в Ассамблее народов Татарстана. Всем гостям председатель комиссии Общественной палаты страны по гармонизации межнациональных отношений Владимир Зорин представил семейную коллекцию картин художников российской провинции. Эту коллекцию Владимир Зорин и его семья собирали 30 лет. Липецкая весна, Пензенское село, вечер на озере в Чебоксарах. По этой экспозиции можно изучать многонациональную карту России. 160 художников через картины передают красоту Родины. Выставка, задумка, она будет еще одним камнем, фундамент укрепления дружбы между народами, народного единства и взаимопонимания всех нас. Народу быть благодарен, если кровно. То, что творчество может служить фундаментом народного единства, доказывает Ассамблея народов Татарстана. Сегодня ее коллективы представили большой концерт. На сцену вышли представители 20 народов. Они не только вместе выступают, но и дружат. Тут даже есть азербайджанец, армянки иногда бывают, ну вот, моя подруга, турка, вот. И вы вместе дружите? Да, мы все вместе дружим. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в одной композиции звучали сразу три песни? Пожалуйста, славянские узоры на русском, белорусском и украинском. Как в любой семье, так и в нашей дружной семье, Дома дружбы Ассамблея народов Татарстана, все праздники мы отмечаем вместе, всеми народами сообща. В это время за кулисами репетируют морейцы. Под баян и тюймор, в переводе барабан, они представили свои частушки. Мне это даже интересно, вот, узнавать другой народ, как они живут. Их нацию, их национальность, их религию, вот это вот блюдо национальное, песни, танцы. В республике проживают представители 173 национальностей, и 2021 для всех особый. Подготовлена программа этого года, она обширная, она тематически очень разная. Во всех из них мы будем принимать самое активное участие, что позволит еще раз ближе сблизить, укрепить эту дружбу, доверие поднять между людьми. И это только начало празднования года родных языков и народного единства в Доме дружбы народов. Дальше. Больше. Словат Мухаммадуллин, Амазия Динов, ТНВ. Казань. Шуралея новая фантазия. Казанский театр куколы Киаты и камерный оркестр Ля Примавера представили национальную сказку в новом прочтении. Впервые спектакль объединил балет, драму и кукол. В представлении задействованы музыканты, актеры-кукольники и артисты Камаловского театра. Что из себя представляет театральный эксперимент, увидела Лилия Кашфарова. Мы заходим в фойе театра кукол и уже тут нас встречает известный национальный персонаж. В 45-м году впервые в Татарском государственном оперном театре показали балет Шурале. Сочинение Фарида Ярулина путешествует по всему миру, но сегодня классика в кукольной интерпретации. Шурале. Новая фантазия. Эксперимент, наверное, как раз-таки вот в этом синтезе, где встречаются несколько направлений театрального искусства, как я уже повторюсь, театр драматический, театр кукол и хореография, театр пластики, театр тела. В первую очередь, конечно, актеры открываются именно в другом измерении для нас. Это для них новое. Естественно, это будет очень такой интересный эксперимент. Для меня это было интересно поработать с куклами и в то же время и живой персонаж. Но здесь, что приятно, куклы оживают, они как живые. Что нового? Мы вышли в коридор и хорошо слышно музыку. Оркестр для Примавера специально подготовил аккомпанемент в постановке и куклы, и люди. Два солиста с хореографией, мужская партия от артиста из театра Камала. Эксперимент объединить драму, балет и кукольное действие, чтобы вселить новую жизнь в старую историю. Когда сказали, что пример сегодня будет, мы с удовольствием решили прийти посмотреть. Приехали вот в гости из набережных Челнов и решили прийти. Давно хотели попасть в этот театр. В основе сюжета известные либретто Якобсона и Файзино. Действия происходят в наши дни. В обычной городской квартире такая дверь, а за ней таинственный лес. Лилия Кашварова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На этом у нас все. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Санаторий Татнефти проводит квалифицированное лечение после перенесенных вирусных заболеваний. Физиотерапевтическое лечение, теплолечение, восстановление и адаптация к физическим нагрузкам, современное инновационное оборудование и отличные условия ждут вас в наших санаториях. Подробную информацию вы можете узнать по номеру 38-63-98. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи! HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! В студии София Егорова. Здравствуйте! Обильные снегопады ожидаются в республике в ближайшие дни. Об этом через несколько секунд. Время новогодних подарков отданил мастер. Только до 31 января при заказе кухни обеденный стол в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани. 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода в Угульме, Баблахе, Ознакаево, температурный фон продолжит повышаться, а снег усилится. Минус 2-3 градуса днем. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге днем снежное тепло. Минус 1. В Агрызе, Менделеевске и Актаныши, облачно, утром небольшой снег. Днем снег усилится. Также минус 1. В Арске, Кукмаре и Балтаси ожидается снегопад и повышение температуры. Минус 1-2 градуса. В Болгаре, Држаному-Быинске аналогичная ситуация. Снег и потепление. Минус 1. В Альмейтевске, Чистополе и Мамадыши, в дневные часы стоит ждать снегопад. Заметно потеплеет. В федеральной сети медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Вздуши и севены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога СУЗИ всего 750 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212-20-40. Избавьтесь от варикоза навсегда. Быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского. В Казани облачно, утром небольшой снег. Днём он усилится. Ночью минус 2, днём около 1 градуса тепла. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление 746 мм штутного столба. Влажность воздуха высокая – 90%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах местами гололедятся и снежные заносы. На этом наш выпуск завершён. До свидания.